И смотрите, еще такие моменты очень, сколько в Индии, в общем-то, сезон дождей, и в это время люди не живут в домах, да, и гостиницы, и там в шкафах, как правило, возникают шкафы, если они не металлические у вас, то там возникает сырость, ну, сырость такая, да, потом растут это грибы такие, грибы, ну, грибки, фангус называется, фангус. И эти вот грибки, они не видны, но запах, а запах вы их чувствуете, когда вы открываете шкаф, это очень недовито, я вам скажу, это вы этим дышите, вы спите в спальне, это очень-очень вредно, поэтому я вам рекомендую этого, убедитесь, что партинг, дом, который вы берете, оно чисто свободно от этих фангусов, окей? Если там что-то есть, у вас выбора нет, дома понравился, тогда просите, чтобы хозяин обработал специально, обязательно обработали специальными, там, спреями, жидкостями, что, короче, чтобы это запаха не было, то есть это ваше здоровье, друзья, окей? Этот момент важный. Потом еще один такой важный момент, у нас, в принципе, дом новый, ну, дом шикарный, замечательный дом, кровати, я в отдельном видео уже снимал, прекрасные кровати, матрасы, на матрасах, на матраснике такие, которые меняются, стираются и так далее. Одна из частых проблем, значит, здесь живность, там, это москитос, это комары и анс, это насекомые, которые мелкие, вот эти трудные, трудные и мелкие муравьишки, которые лазят, они вас достанут, друзья, достанут вас везде, где бы вы ни были, они вас достанут, окей? Поэтому обращайте внимание, чтобы, во-первых, может быть, даже какие-то клопы могут быть, да, то есть, обращайте на это внимание. Ну, чаще всего, вот обычно, друзья жаловались, что кусают и подмышками, там, красные, пятна такие эти, мелкие, мелкие вот эти вот муравьи, там, или как они называются, в общем, они грызут, просто грызут, пока ты спешите, а потом проблемы, чешется все. Смотрите на чистую, поднимите матрас, не стесняйтесь, посмотрите, чисто ли там, то есть, это очень важно, очень важные моменты такие, потому что иначе у вас потом будут с этим проблемы. Окей, итак, смотрим муравьи, смотрим в комнате наличие сырости в шкафах, чтобы этого не было, мы сказали там, что когда электричество, если вы дом снимаете, платят электричество, снимайте счетчики, чтобы вы потом не влетели, обязательно все уточняйте, все записано на бумагу в контракте, что вы за что платите, что входит. Окей, если какие-то услуги, например, вынос мусора, допустим, мусор у нас на первом этаже, на кухне, такое кольцо бетонное, и туда мусор сбрасывается, и там он поджигается, а если там не сжигается, хорошо, вот мы скажем, нам очень мало людей здесь, представьте, здесь вообще 7 комнат, если вы в сезон здесь, все 7 комнат заняты, и в каждой комнате минимум по 2 человека, 14 человек, заметьте, 14 человек, и сколько мусора будет там в этом бачке, а вы сняли комнату на первом этаже, и у вас окно прямо 10 метров вот этого мусорного коллектора, от мусорного коллектора, в жару, знаете, представляете, как оно будет пахнуть, поэтому keep in mind this as well, guys, то есть будете думать об этом тоже, окей, этот очень важный момент, то есть все это приходит с опытом, но я держусь с вами, чтобы вы не получали, в общем-то, негативный опыт через свое собственное проживание, да, учитесь на опыте других, что еще с водой, вода, вот сейчас я сижу здесь, в воде колодца, да, вот колодец, well, dwell, натуральный вод, в принципе, вода натуральная, она, конечно, замечательная, шикарная, но бачки, которые наверху, на крыше, они могут быть, о, молоко везет, это такие звуки, молоко везет, развезет молоко, и, в общем-то, да, бачки могут быть грязные, скажем, вот я заходил наверх, на крышу, проверял, там бачки действительно грязные, поэтому воду не пить, лучше не пить, ну, мы воду завозим, 20-ти литровая бутля, в принципе, стоит 60 гривен, 60 рупий стоит, это 60 рупий, это, считай, сколько там, меньше доллара, меньше доллара, да, доллар получается, да, это же доллар, 20 литров воды, меньше доллара, да, представляете, как дешево, вообще офигеть, ух, классно, вот, с этим мы сказали, что еще, да, спрашивайте, по поводу, постельного белья, будет ли постельное белье у вас меняться, если вы в доме, да, если вы в гостинице, то же самое, как часто, белье меняется, постельное, окей, смотрите даже так, москитов снять, чтобы у вас была противомоскитная сетка на окнах, если у вас москитной сетки нету, для индусов, они говорят, ну, они говорят, типа, здесь, нету, нету, нету этих летающих муравьев, мы говорим, летающих, комаров нету, но для них это нету, действительно, потому что, ну, их они не кусают, ну, а белых они кусают, потому что все только не сибиряк, конечно, да, коренастый, как я, но, вот, особенно женщин, да, они очень сильно кусают, поэтому москитная сетка на окнах вам очень будет нужна, в крайнем случае, чтобы у вас был такой накомарник, который висит у вас над кроватью, прямо на кроватью, да, в принципе, вот, я купил себе накомарник, где-то 500 рупий, ну, тоже, в пределах 10 долларов, в пределах, да, 10 долларов, 8 долларов, вы можете купить хороший накомарник себе и с ним путешествовать, окей, вот такая штука, пожалуй, все, да, ну, пожалуй, все, хватит уже 20 минут, в общем-то, вкратце, в дополнение, какие-то будут вопросы, пишите на канал, задавайте вопросы, буду отвечать, значит, что подведем в итоге, мы говорили о том, как выбрать хорошего агента и как выбрать себе хорошее жилье в Индии, мы сказали о том, что самый лучший вариант в плане надежности, это когда дом тебе сдает хозяин, который следит за домом, он быстро реагирует и он заинтересован в том, чтобы дом был в порядке, наилучшем виде, чтобы ты также был доволен, потому что они здесь, в Индии, Керала, это штат туризма, поэтому туристы, это их основная клетка, поэтому они заинтересованы, чтобы туристы были довольны. Второй вариант, это когда вы живете по надежности в плане, да, вы живете в доме, в котором живет тоже хозяин, ну, это не очень хорошее, по моей точке зрения, потому что ты себя не чувствуешь хозяином, и ты как бы там в гостях постоянно, да, самый лучший вариант, по моей точке зрения, это именно, когда ты снимаешь отдельный дом, допустим, вы снимаете полностью этаж, а лучше еще все снимать не полный этаж, а снимать не один этаж, а снять полностью дом, чтобы никого, кроме вашей компании, там не было, вы все сами хозяева, и управляйте, наслаждайтесь тем, что у вас происходит, окей. Гостиница, мы говорили, да, гостиница, 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 когда идете, приходите в гостиницу, дом снимаете, убедитесь, что все те условия, все, что вам обещают, что там оно действительно есть, и оно зафиксировано на бумаге, обязательно, свет, интернет, то платье, сколько платит, и так далее, все это должно у вас быть записано, и работайте по принципу, сначала вы даете мне стулья, а потом я даю вам деньги, окей, то есть вы пришли в дом, вы, то есть как вот я рекомендую сделать, приходите в дом, вам показывают дом, вы такой, посмотрели, окей, я подумаю, надо пообщаться с родственниками, и потом перезвоню, ну, тут, ладно, я отдельное видео запишу, как поторговаться, и все остальное прочее, в общем, давайте пока закончим на том, чтобы вам все было сделано, то, что вам пообещали, то есть вы посмотрели, вы согласились, вы на следующий, потом приходите, когда договорились, смотрите, все ли у вас устраивает, все ли есть, если чего-то не хватает, сетки там, вот это, грибки в этом, в шкафах, мусор не убранный, еще что-то, вы записываете списочек, говорите, вот это, вот это, вот это все надо сделать, окей, и даете ему списочек, и спрашиваете, когда будет готово, тогда звоните, я заеду, окей, то есть, соответственно, это надо заранее делать, там, скажем, за неделю, за пять дней, до того, как вы будете переезжать со своего старого места на новое, окей, перед тем, заехать, у вас все должно быть сделано, если он говорит, я потом сделаю, я потом принесу, и тому не хватает этого, он скажет, потом сделаю, потом принесу, друзья, считайте, что это уже вас, ну, как минимум, это вам, через пару недель только это принесут, да, а максимум, это, считайте, забудьте вообще, что это у вас будет, потому что, вот такая природа, ну, не большинство, но, моего опыта, с которыми я встречался, То есть забывают, тянут они, не торопятся В общем, такая и природа Ну вот, друзья, пожалуй, все Ваше исправление, дополнение пожеланий Добро пожаловать в комментарии Наш канал YouTube, Ведодом Наш чат Ведодом на Telegram Основные наши источники, где мы Делимся информацией, мы путешествуем по миру И делимся всем тем хорошим, что к нам приходит Если у вас какие-то вопросы, что вы хотели еще узнать Пока мы находимся здесь в Индии Пишите, с радостью отвечу Поделюсь с вами тем, что я здесь вижу Всем любви и радости, живите в благости С вами Руслан Мудоворонцов Академия семейных отношений Ведодом И Тренинг Зентер Гри Майн Лайф Мы New Lifestyle Creators Мы путешествуем по миру Собираем все самое лучшее и делимся с вами Чтобы жизнь была прекрасной Вместе мы расширяем пространство знаний Если что-то есть у вас, делитесь Всем любви и радости, намасте Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать Делай это прямо сейчас Кри Майн Лайф Нагасте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok